Брат действительно судимый, отбывал наказание за убийство, 12 лет, в 2012 году освободился из мест лишения. За период отбывания наказания умерла мать, сестра реализовала квартиру, жилплощадь матери, поделила им денежные средства, часть выплатила ему, часть оставила себе. Почитал, что недостаточная сумма ему выделена, в результате вынашил намерение, злость убить свою сестру. В результате вчера попытался реализовать. В 18.50 поступило сообщение, буквально сразу мы ввели в городе Мариуполь перехват, оперативный план, перекрыли все дороги, нашли машину брошенную и в результате ближе к 20 часам обнаружили его у своих близких хостов, Полинижин. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-профессуального кодекса Украины и находится в следственном изоляторе Мариупольского отдела полиции. Это не единичный случай, именно связанный с взрывоопасным предметом. Буквально несколько дней назад молодой мужчина в городе Курахово разругался с женой, со своей бывшей, вышел во двор и привел гранату в действие. В результате погиб на месте. И буквально каждый день от 7 до 10 случаев изъятия оружия, фактов мы регистрируем у нас здесь на территории Донецкой области, именно ту, которую контролируем мы. Буквально недавно в Володарском районе мужчина передвигался в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины ВАЗ-2101. На задней полыне машины под стеклом перевозил гранатомет РПГ-18 в заведенном состоянии. То есть малейшее неправильное положение до гранатомета и взрыв мог прозвучать в самом населенном пункте Володарска. И вот громаднейшее количество изымается оружие и боеприпасы на протяжении буквально каждого дня. И вот за 3 месяца этого года из незаконного ворота уже изъято 4 пулемета, 14 автоматов, 6 винтовок, 16 пистолетов, 500 тысяч патронов, 133 гранатомета, 1822 гранаты, взрывных устройств 4 и 23 килограмма взрывчатых средств. Вот такое количество только за 3 месяца. Многие люди опять вернутся к тому же, что я раньше говорил, не понимают, а зачем блокпосты. Эти блокпосты, которые находятся на территории Донецкой области, позволяют нам более эффективно работать и выявлять из незаконного ворота вот этот весь страшный боекомплект, который пытаются люди вывести различными путями в мирные области нашей Украины. В основном все это оружие доставалось нашим гражданам, мирным гражданам в результате тех боевых действий, которые имели место быть на территории Донецкой и Волганской области. Что поясняют люди, для чего они берут с собой оружие? Причины разные. Один для самообороны, РГД-5, Ф-1. Другой РПГ-18. И все остальное везет домой для того, чтобы тоже защищаться на всякий случай. Третий в качестве сувенира. Многочисленные люди, которые представляются волонтерами, но это не подтверждается, везут патроны, в довольно значительном количестве вывозят. Опять проясню, за пределы АТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова